всем хаю хай решил я записать сегодня ролик о дороге на работу и для этого есть несколько причин первая из причин это о том что если вы смотрели мои предыдущие ролики вы знаете о том что я говорил что в израиле в скором времени ожидается локдаун как у нас были предыдущие два раза вот я говорил о том что политики министерство здравоохранения и все остальные спорят о том надо вводить локдаун или не надо необходимо или не необходим вот много мнений по этому поводу было министерство финансов говорит что если сейчас мы ведем локдаун то это будет крах экономики потому что экономика 3 или 4 уже сбился с учетом локдауна не вытерпит и просто все развалится в не за развалится просто так вот что я хотел сказать это то что сегодня я буквально два часа назад на свой телефон получил сообщение из михайлы где я учусь из колледжа где я учусь о том что сейчас все занятия на ближайшие две недели переводится в онлайн как было раньше а что это значит это говорит о том что правительство и также учебные заведения и предприятия потихоньку готовится к локдауну что все закроется и не будет работать пока что говорят что это на две недели потом посмотрим как это будет дальше вот я могу сказать что если уже есть такое сообщение о том что переводится учебные заведения на учебу онлайн то с уверенностью в 95 процентов можем уже говорить о локдауне и о том что наши все-таки наше правительство и министерство здравоохранения договорилась о том что все-таки будет локдаун вот и еще вчера или сегодня на заседание кабинета коронавируса вот наш премьер-министр покинул заседание вот он просто вышел из заседания и ушел конечно он сказал потом в объявлении в репортаже что он это сделал потому что он обещал прийти на помолвку на помолвку сына своей своего заместителя вот на что-то мне очень-очень в это плохо верится трудно точнее верится вот осталось только ждать и смотреть что будет как в итоге все будет происходить на самом деле вот еще один факт точнее факт еще наносит а то что сегодняшнего дня нам в израиле опять вели фиолетовый стандарт то есть не будут пускать в помещение с точнее без зеленого паспорта что ты привиты либо переболел либо еще что-то связано с коронавирусом это раз и будет ограничение по количеству людей в торговых помещениях или либо же каких-либо других помещениях там где скопление людей то есть общественные помещения магазины рабочие места и сегодня я как раз покажу будет ли будут ли проверять у меня зеленый паспорт при входе в торговый центр да я сейчас работа в торговом центре в спортивном магазине там не придутся спортивные снаряды и я соответственно буду проходить это все наших охранников и я засниму будут ли у меня проверять что-либо или нет друзья также появилась сегодня такая информация что уже приказали готовить людей возрастом от 40 и выше к 3 дозе вакцины и сейчас это все будет происходить скоротечно прям на глазах сейчас кстати я буду проходить охрану и посмотрим попросит ли он у меня зеленый паспорт или нет но алана ахета бодекарцев это оттавая рок а то бодек это вот я сейчас спросил у охранника он сказал что пока что еще и ничего не сказали по поводу зеленого паспорта надеюсь что так и будет дальше сказал что на данный момент его интересует лес есть ли у людей оружие или нет и все а про то чтобы мерять температуру или проверять на на паспортал ничего мне не сказал сказал что пока что таких требования не поступало всем хаю хай